Хотите, расскажу вам о том, чем занимается человек по одной строчке. В нашем эфире поселился замечательный сосед. Скоро поймете, к чему все эти каламбуры. Потому что с нами прямо сейчас на связи окажется Андрей Шергин. Это лауряд международных конкурсов, солист Крымской государственной филармонии. Доброе вам утро. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро, рад всех приветствовать. Взаимно, ну традиционный вопрос, как проходит ваше утро в режиме самоизоляции? Ну, мое утро, каждое мое утро начинается в 6.30 утра с проигрывания упражнений. Профессиональные музыканты, они как монахи, у них есть определенный свод. Молитв правил, которые нужно вычитать обязательно в течение дня. Утренние, вечерние, дневные. Также у меня есть набор обязательных упражнений, которые нужно сыграть в течение дня. И чтобы все успеть, приходится вставать пораньше. Звучит, когда настоящий профессиональный подход. Скажите, соседи как рады такой практике? Труба, насколько я понимаю, достаточно громкий инструмент. Да, скажите, пожалуйста, как по громкости труба? Не мешаете соседям? Особенно 6.30 утра, ну, я представил, картина интересная. Или вы в доме живете? Ну, во-первых, я живу в своем собственном доме. Во-вторых, технический прогресс не стоит на месте. Есть вот такое специальное приспособление для того, чтобы оно вот так одевается в раструб. И я могу спокойно играть любые упражнения, когда мой сын Федя, например, спокойно спит в соседней комнате. Очень интересно, да. Я такое впервые вообще вижу. Очень интересное изобретение, очень полезное на самом деле. Расскажите, пожалуйста, вот сейчас многие артисты выходят еще больше в соцсети, в интернет. Как вы к этому относитесь? И вы, возможно, даете концерты какие-нибудь или играете произведения, записываете это и выкладываете ролики такие? Я это все делал до карантина. У меня есть страница ВКонтакте на YouTube канал. Там есть куча моих разных роликов и концертные записи. Я сам записывал что-то. Сейчас во время карантина, наоборот, есть возможность как-то заняться собой, выучить то, что давно хотел выучить, какие-то изучить возможности свои или своего инструмента, заняться спортом, заняться детьми, домом. Опять же, со своими учениками, которые у меня учатся в музыкальной школе, я занимаюсь онлайн, и мы не запускаем занятия, даже у них идет какой-то прогресс, поэтому есть чем заняться, скучно не бывает. Звучит прекрасно, но, знаете, все же не терпится попросить вас исполнить нам что-нибудь на своем инструменте, если позволите. Конечно, с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Вот так. Большое вам спасибо. Вот таким образом фактически в два голоса было исполнено прекрасное произведение. Я напоминаю, что у нас был Андрей Ширгин, лауреат международных конкурсов, солист Крымской государственной филармонии. Спасибо вам еще раз. Хорошего вам дня. Да, и крепкого здоровья. Спасибо большое. Всем удачи, здоровья. До свидания, до новых встреч. До свидания. До свидания.